Ну что ж, ребят, понеслась. Смотрим второй тур. Держим кулачки, чтобы матчи были подлиннее и поинтереснее. Первая дуэль у нас с Таллион играет за Мордор, и за Ангмар играет Фрайз. Но Фрайзу очень сильно повезло. На мой взгляд, Ангмар тут самая сильная фраг. Я, конечно, не все еще тактики видел, но это просто жесть. Очень сложно победить. Так, ну тут уже по стандарту, в принципе. Побежали пацанчики ставить обзор. Ему хватит? А ему не хватит. Ну он, получается, беспалевную кинул. То есть он как часть карты увидит. Например, он весь левый фланг увидит. Что имеет смысл, конечно. Зато он старт не увидит. Не узнает ничего. Тут вну минор. Мне не нравится, что Фрайз играет в каранду. Может я чего-то не понимаю. Но... Ну, просто... Если так подумать, то разделение приколов различных этих... Блин, можно ли говорить сабфракции? Наверное, нельзя. Скажем так, архетипов развития Ангмара. Каждый из архетипов дает какие-то бонусы. В то время как карндум почти ничего не дает. Он облегчает выход. То есть все становится дешевле. А если вы играете в режим, в котором у вас куча денег, то как бы удешевление чего-либо не особо-то смысл имеет. То есть карндум может и хорошая такая тема. Но не здесь. Но может мы сейчас что-то увидим интересное. Не знаю. Я бы играл бы либо в магию, либо в рутау. Так, Талион получает два босс. Сделал орков. Чуть не забыл, чуть не забыл котик от подписчика. Так, орки уже готовы. Тут очень даже неплохо сработали бы призраки или же тролли. Он не может играть в призраков по очевидной причине, поэтому тролли. Старт в копейщиков крайне сомнителен. Кажется, Фрайс немного не продумал свой билд. Но пока что выглядит все очень плохо для него. Плюс он еще и на низкой эке, насколько я понимаю. А нет, вру. Окей. У Мордора меньше эке. Но войск прям... Ну, весь радар в синим цвете. Сейчас ключевухи попадают. Копейщики куда-то бегут. Тут мечники бегают. Ну, по сути, Талион просто отводит как можно дальше. Чтобы эти ребята не могли базу потом дефать. Очень много мечников уже построилось. А, он решил в снежных троллей. То есть, кавы не нужно. Окей. Ну, копья подходит. Как бы... Противник видел троллятню. Вот. Но, опять-таки, троллятня это не всегда огоньница. Сейчас в данном патче. Но он все-таки копия сделал. Еще здесь будет минус. Итого. Все очень и очень скверно. Копейщики бегают в поиске чего-то. И они находят это чего-то. Выход в конницу. Выход в лучников. Набилку взял. И тут тоже упадет. Если бы я ставил свои деньги на победу кого-либо, я бы прям с уверенностью поставил Наталиона тут. Мне кажется, просто билд Фрайза не потащит это. Ни разу. Ну, какие-то контр-атаки он тут пытается делать. По-прежнему эти челы живут. Это скорее как отвлечение. Орки не позволят этим ребятам пробиться. Хотя они убили лучников. Но этого недостаточно. Также забирается таверна. Теперь Талион. Ну, пока еще не забрал. Но, когда заберет, он сможет строить толстых пацанов. С контрмеров этим мечникам, по сути. Слился некор. Фрайз решил забрать этих ребят. Они тут... А, вру. Я хотел сказать, что они качнулись. Мне так показалось. Так, и вышки строят. Правильно. Чем ближе будет к финалу, тем больше мы увидим вышек. Это очень важный аспект этого режима, на мой взгляд. Но тут очень много мечников. И тут минус рабочие будут. И минус эти вышки. Немножко недосчитался, что летали он. То есть, ему надо было сразу несколько рабочих. И больше войск притащить. Его как-то недостаточно тут. Я бы еще сказал, что эта пачка убьет этих лучников. Но... Я немного не уверен. Еще год мог пошел. Подошел. То есть, можно вышку еще построить. Много денег есть. Что он делает? Мастерские. Минус паучки. Подстраиваются лучники. И деньги закончились. Хотя экономику отстраивает. В принципе, уверенно сейчас Фрайс. И у него есть тоже пилка второго тира. Которая вряд ли сейчас сработает. Но если перестрелять копию, то... Почему бы и нет. Слегка недоконтролил Талион. Но... Вроде он будет жить. Да, он живет. Нужно фокусить троллей в первую очередь. Потому что сплэш это вам не шутка. Вот тут уже четвертый левел. Называется конница. Решил не ждать. Фрайс. Ну, довольно неплохо заехала. Но все же надо было чуть-чуть подождать. Перебить этих копейщиков. Чтобы прям... Уверенно всех можно было подавить. Вот. Упадет мастерская. Но на самом деле это выгодно Талиону. Потому что он сейчас вроде как не очень выгодно разменялся. И чтобы не потерять все, он лучше потерять здание. Ну, кажется, он и так все потеряет. У него в основном только копии остались. Лучники все передохли. Это еще может год макляжет. Но это не точно. Да, его все-таки Фрайс умудрился выбить отсюда. Офигеть. Надо добавлять еще бараков. И рабочего. Получается, два рабочих уже сдохло. Или, возможно, даже три. Я не следил, честно говоря, сколько у него было. А может, это все один рабочий тут строил. Хз. Так, за сигналку там борется с варгами. Ну, минорцев очень много уже накопилось. Неужели я был не прав? И билд Фрайза потащит. Если у противника нет героев, не забывайте ставить Моргульский на автокаст. Он недолго кадешится. Как бы не нужно его держать. Просто так. Иногда, когда в армии противника спамнится, призраки начинают всех с плашом убивать. Игрок может испугаться и отступить. Или не испугаться и потерять много войск. Ну, не так много, как если бы это был какой-нибудь Король Чародей. Но все равно приятная штука. Тем временем, сражение зашло в тупик. Никто не хочет нападать друг на друга. Талин боится, потому что у него войск не хватает. А вот Фрайз. Не знаю, почему не нападает. Но у него войск-то как раз хватает. Маргомир построился. Тут аж зашкаливает войск. Какой некор. КЧ появился. А некор не качественный. Что странно. Маршал вроде много опыта накрабил. Может это из-за того, что некор умер в начале. Ему бы не помешало выйти в элитных каких-то орков. У него же много предела забито. Хотя, на самом деле, он кмаром больше предела забито, чем у него. Ох, сейчас будет очень больно. Очень больно. Стан. Ох, это может быть камбэк. Только вот почему-то он не в ту сторону пошел. Но он успеет. Он успеет тут наделать делов. Правда, третий тир выкашивает почти всю орочью армию. Но, тем не менее, большие потери. Большущие, я бы даже сказал. У ангмара. Не забываем, что орки это мусор. А вот кордунцы дорогие. Так просто их не восстановить. Можно убить короля-чародея. Я бы сейчас на месте Талиона пытался отступить. Может быть, даже взлетал. Но что-то не срослось. Некор получил третий лавел. Так, как называется конница. Ну, в целом, они друг другу все перебили. Но, опять-таки, для Талиона это более выгодный размер, чем для Фрайза. Подкрепчики. Рогаш пришел. В обычных матчах Рогаш запрещен. Ну, ладно, он не запрещен. Но, допустим, если будет дуэльный турнир, я его запрещу. Но в этой ситуации мне не нравится, что он Рогаша взял. Я бы лучше короля-чародея построил. Потому что там страх есть. То есть, нужен постоянный антистрах. И Рогаш сейчас подохнет, кстати. Потому что... Ну, такой. Он даже особо ничего сделать не смог. Так, пытается Гаргарота убить. А Билочку сдал. И... Минус. Первый катапультик еще чуть-чуть похилился. Что он сделал? О, Молок. А, вот. Лукарей. Ну, логично. Оно же откатываться быстро должно. Уже почти откатилось. То есть, он сейчас более-менее быстренько может все бараки себе заградить. Шестнадцать очков на пять очков. Аж одиннадцать очков выигрывает Талион сейчас. Это... Это возвращаясь к тому моменту, когда армия орков погибла и армия кордунцев... Кордунцев погибла. Вот они ценнее намного. Вот и результат. Так, он решил в колдунов выйти. А, он решил в гибельный выйти. Хорошая идея. Талион уже не потеет. Он просто застачился и ждет. Потому что у него преимущество. У него есть катапульты. Ему не нужно бегать за противником. Пускай противник за ним бегает. Но это может сыграть как бы на руку как раз таки вот такому вот билду. Ему... Беда в том, что ему надо больше. Он может... Он сейчас в отчаянии может попробовать... А, я забыл! Его же еще грейдить надо. Он пока не может сбросить бомбу. Ну, короче, о чем я говорил до этого. Ему невыгодно одним отрядом стрелять. Потому что орки растачатся. Ему желательно бы больше. Но он не может больше ждать. Сейчас по крепости будут стрелять. У него нет выбора. Придется идти в атаку. Крадутся. Ляпа, смотрите на Фрайса. Какой же хитрый. Лям под бараки. Максимально беспаленно тащит. Станчик. На колдунов сработало или что? Да, на колдунов стан сработал. Он не может кинуть. Ну, сейчас должен уже. Но... Горгород просто спасает Талиона. Закидывается еще 25-ка. И очень уверенно Талион берет победу. В этом матче. Ну, в принципе... Билд Фрайса все-таки в какой-то момент закомбетчил. Но, тем не менее, я считаю, что это плохой билд. Потому что ему бы не надо было бы камбетчить. Если бы он во что-то дешевое изначально играл. Ему бы не смогли пронести всю экономику. Ну и все из этого выходящее. Следующий матч. За Харат играет Шок. И за Харат играет Ветер. Но неужели мы увидим спамы слонами? Шпион побежал. Кто-то уже так играл. Сразу куча шпионов и на все фланги, чтобы получить разведку. Тут тоже шпион. Но один. Второго он решил не заказывать. Ну, по сути, прикольное вложение. Мы когда разрабатывали Харат, я изначально думал, что шпионов как раз таки вот так будут использовать. То есть, построил, сныкал где-то на фланге. Вот у тебя есть три. И почти на всех картах примерно три прохода таких больших. Типа как на бродах, например. Ну, есть, конечно, больше, но на большинстве карт можно все перекрыть. Но, увы, люди их так не используют. Потому что дорого. А в этом режиме можно. Так, чья засада? Шок кинул засаду, чтобы перехватить сигналку. Ветер бегает. Тут еще один шпион у Шока. Ждет приказа пока что. Шоку слегка денег не хватило. А, знаете почему? Он в фаст мумака играет. Ну, я не стану это критиковать. Потому что я в каком-то ролике говорил. Ну, они играли это до того, как я комментил. Если еще. То есть, он вряд ли прислушивается ко мне. Ну, я говорил в каком-то ролике, что по идее можно стартовать в слона. Это должно работать. Правда, он еще конницу решил построить. Что не совсем мне понятно. Но я могу предположить, что он думает так. Типа, построю я слона. Пошлю его в атаку. Но еще надо как-то отбиваться. Отбивать раш слоном неудобно. Он медленный. Значит, можно конницу построить. В таком случае, ок. Но, кстати, есть один момент. Если игра перейдет в ту стадию, в которой вам не нужно уже строить мечников. Ну, к примеру, куча слонов. Или куча конниц есть. То вы можете спамить одними метателями. Потому что метатели аннигилируют мумаков. Даже, наверное, апгрейд можно сделать. Вот. Так что я как бы немного опасаюсь. Ну, обычно считается, что в зеркалах Харада надо слонами спамить. Но, не знаю, я не уверен теперь. Раньше я так думал. Метатели, на удивление, хорошо работают по слонам. Так, ну, вряд ли у Ветра получится мумакильню снести. Тут конница нормально поработала. Он делает кучу барак. Но я вангую. Он будет метателями спамить. Да? Да. Здесь пока не заказал. Да, он метателями будет спамить. И, как бы, может быть, это не такая уж и большая проблема для Шока. Поначалу. Ну, пока их там не очень много, этих метателей. Но он вложил все свои средства. Экономики у него толком нет. То есть, если билд не сработает, то... Походу, игра для него закончится. Но есть еще светлая сторона всего этого момента. Он же рашить пока не может. Пока слон у него на базе. Он все деньги... Или даже, может, не деньги. Все внимание, короче, он на слона бросил. Да, посмотрите, как больно. Да, он тут без шансов. И он может еще икс прожимать каждый раз, когда слон кого-то хочет бить. Или просто отряды отводить. Без шансов. Шок сейчас должен в тельте сидеть, на самом деле. Если он будет билд менять, он не успеет из-за того, что у ветра куча эки и куча бараков. Если он будет продолжать спамить слонами, то он проиграет. То есть, ему что надо сделать под это? Ему надо либо с уладаной кучу кавы и задавить их. Либо настроить кучу корсар. И перестрелять. А слон будет, как танкующий юнит, сделать татухи. И на оборонке просто стоять в лукарях. Пускай вот лучники со слона только работают. И все, не подходить к ним. Это можно, в принципе, так выиграть. Но у него не хватает эки и времени. К тому же. Так, тут шпионы дерутся. Но, к сожалению, на радаре не показывают цвет шпиона. Потому что он в камуфляже. Поэтому я не понимаю. Но это, походу, оба шпиона ветра были. Они до этого убили шпиона Шока. Шоку бы это захватить. Но он тоже уже не успеет. Да, конница может перебить этих метателей. Но не в пользу конницы. Видите, они умирают. Но и конница умирает. Они намного дешевле стоят, чем... Чем всадники. Не выгодно. Надо делать татухи, бро. И надо было делать скидку. На первого слона скидку не надо было делать. Потому что он пытался побыстрее в него выйти. Но пока он строился, скидку надо было заказывать. Все-таки... Довольно неплохо. 150 монет на каждом слоне. Это половина татушки. Когда у тебя денег мало, почему бы и нет? Минус рабочий. Лукари, кстати, очень хорошо работают. Фаншотят этих метателей. Сейчас минус стоило будет. Он все-таки решил придерживаться своей тактики. Еще слона заказывает. Но маловато тут... Точнее, пардон. Многовато тут мечников. Третий слон не выйдет. Ему надо срочно думать, как он будет масс-метателей убивать. Но если слона сейчас отменить, он сам отменился. То как бы хватает. Но сулада на денег надо заспамить всадниками. О-о-о-о. Тут я уже не уверен. Но есть деньги на Алатара. Это похоже на поражение. Почему бы и нет? Ой-ой-ой. А не сработает давка. У них же отдача, как у копейщиков. Он же все равно умливает. Хоть в каком-то матчапе фастапгрейд клинков работает. Ну, походу, как я... Еще бараков добавил. Жесть. А скорпиончики че? А он просто одного послать решил. А нет, заказывает. Ох, она тут... Ветер теперь на безопасном расстоянии может здание проносить. Причем с весьма неплохой скоростью. Бараки сейчас заберет. Да, игра, увы, закончилась для шока. Ну, что поделаешь. Даже если бы на его месте был игрок с большим опытом, он бы все равно, скорее всего, проиграл, играя в такой билд. Не повезло. Но, респект за попытку. А, мне кажется, деда надо в ближний бой послать. Чтобы не его замочит. Если вы вдруг не знали, в ближнем бою у него сплэш больше. Типа переключить ветра. Быстрее можно было бы качнуться. Но ветер успел уйти от... Что это, шквал? Воздушный поток. Я почти прав. Ух ты, он на него пассивку взял. Ну, дядя, конницу закажи. Он что, сдался уже, что ли? Если так подумать, то... Ну, реально было бы выйти в конницу Суладана даже под апгрейд клинков. Он мог бы сделать флаги и броню. Почему бы и нет? Правда, если бы ветер свою броню сделал, то я не знаю, какой бы был результат. Я просто такого еще не видел. Я точно знаю, что если метатели без каких-либо грейдов, то почти у каждой фракции при определенных условиях есть возможность их давить, не сливая конницу. Но что будет, когда появляются клинки и броня, а хз? О, Салиме я ее не заметил. Хотя, какая разница? Помянем ее. Ветер уже расслабился. У него уже достаточно войск, чтобы крепость нести. И Алатара в том числе. О, неплохо. Ну, мне кажется, ему бы наметателей стоило это кинуть. Ну, ладно, в любом случае ему это не выиграть. Так что, какая разница, что он будет делать? Скорпионы крепы проносят. Может, вот это спасет? Вряд ли. Но попробовать стоит. А нет, он решил по красоте в конце. Чуть-чуть, чуть-чуть не успел. ГГ. Так, следующий у нас Зарохан. Призыв. Зарохан. Пацифер. Еще одни зеркала. Ну, мы все с вами знаем уже с прошлых турниров, что гамлинг в зеркалах Рохана не очень хорош. И в смысле, поправочка, гамлинг очень хорош всегда. Но я имею в виду старт в гамлинга. Вот эта попсовая тактика, она не очень хорошо работает, потому что лучше заспамить кучу метателей, добавить крестьян и просто пачку большую послать, чем гамлинга. Но, с другой стороны, может быть, то, что тут куча денег, будет значить, что игроки могут и то, и то сделать. Так, видим, что пока что отстает по экономике по цифер, потому что стартанул в деда. Дед сразу ему кучу бабосов залил. И у него отступники появились. Призыв же играет в крестьян и конницу, что мне больше нравится. Но, конные отступники будут посильнее, чем конные Рохири, потому что у них, их больше, они плотнее. Они плохо давят. То есть, если, допустим, у вас будут крестьяне рашить, там целые города, то лучше обычную конницу послать на давку. Но, если конница на конницу, то эти ребята в начале игры почти любую конницу загрязть могут. По идее, вообще любую. Рыцари Гондора умирают от них. Короче, начал с памяти. Конница пока нет. Почему он конницу не строит? Я понятен могу. Теперь хочет таверну. А вот и конница Ну в гамлинга решил никто не играть из них Ну-ка смотрим Сможет ли он снести Три пачки крестьян Одну пачку отступники почти продавили уже Ну не совсем Ну как видите они Вот о чем я и говорил Они реально плохо давят Они там давят один ряд И дальше проезжают сквозь юнитов Не удалось ферму задев Крестьяне прут дальше Появился гамлинг Еще отряд архирим готовится Таверна у пацифера Деньги тоже Но нужны ли ему эти деньги Он построил своего гамлинга И спас рабочего Призыв решил тоже забрать таверну Ну а эти лучники конечно же шикарные Прекрасный юнит Я думаю не помешают Надо стрельбище добавлять Три пачки архирим В принципе можно вообще целую орду делать Или к ним добавлять топорщиков Чтобы харасить эку Таверну забрал Конница захватит гамлинг На деф идет Я полагаю что призыв Готовится сейчас встречать Противника Не понял А он апгрейд сделал А ну кстати да Тут же можно спамить Канелуками Нет это наверное даже неплохая тактика бы была Почему я не додумался сам До этого Обидно Под сферу не удается своровать деньги Сварга Но зато он увидел что тут куча кавы И вроде бы Увидел кучу крестьян Я не уверен Прикол У корями решил крепить Не понимаю почему он из таверны не спамит лучников Кстати то же самое Призыв не спамит Почему Призыв фаргов закрепил Шеставерну поход заберет Там кто-то О там эловин Ну да в принципе У нее копье больно бьет И быстро откатывается А в таком режиме Посмотрите как быстро Очень часто можно будет бросаться И вроде бы он деда убил По сферу Дед на меду стоял Могу ошибаться Но я его нигде не вижу Тем временем у по сферы целая орда канилуков Которыми можно давить крестьян Между прочим Ух ты там номер еще Он испугался Красных юнитов очень много Сейчас пойдут метатели И канилуки уже не будут так хорошо работать Тут еще две пачки стоит Такими темпами призыв может просто на меду Застройку сделать Минус рабочие Он кстати сливает крестьян Призыв Но это специально сделано Чтобы под сфер был занят чем-то Чтобы можно было тут посносить экономику Копье полетело Да я думаю что Тут призыв выиграет У него более уверенный билд Если бы под сфер на спамил из таверны Добавил стрельбищ У него была бы Какая то основная армия И помимо этого Канилуки Чтобы он сейчас задефал эту атаку Он бы добавил бы апгрейд огненных стрел И мог бы харасить этими пацанами экономику Это было бы очень больно Призы А так он эту ставку только на них делает Ну и на этих Отступников Но уже не начало игры Как бы Они мусорные Они только в начале тащат Вот так играем Короче Тут орды подходят О Бестфоль Не забываем Что бестфоль Дает 25-25 Даже если вы не будете Юнитов из него строить Но тут как бы Можно их строить Так что Египта достаточно Эко падает Под сфер вынужден Уже под крепой Ставить здание Чтобы Саппортить своим пацанам Огонь сделал Ага Любопытная идея Но я все равно уверен Что Метатели Как в контр-юнит Потащат Потому что тут еще Кроме метателей Куча всего есть А в кого он Ага Он Велмер Вкинул Или нет Да Велмер Но не убил его Эвмер поставил Свою Топовую Обилку Ну и все По идее Матч Закончился Что это за прикол Или у меня Реплей сломан Надо игру Сейчас перезапустить У меня Реплей сломался Походу Ну-ка Подождите-ка Ну Походу Если реплей И сломан То Второй раз Он мне тоже Сломался Очень странно Ну может призыв Ну Я мог бы предположить Что он тут Войска забыл Но тут Вряд ли Так что Ну смотрим как есть Скорее всего Сломался Но нам все равно Покажут победителя Матча Кем бы он ни был Ну Пока что Тут у призыва Меньше войск Чем у Пацифера Хотя они Подходят То есть Огонь позволяет Пациферу Здания Быстро Промысить Офигеть Уже Откатилось Анчик Поехал Катапульта Строится Не понял Я прикол С отступлением А Он спасался От третьего Сера Походу Да Пацифер Качнул Третий Тир И Неужели Камбэк Он может Выбить Отсюда Призыва Почти Что Полностью Так У призыва Очков Не хватает Он Сфитил И что Самое Прикольное Для Бацифера Это то Что он Этой пачкой Может поехать И крепок Снести Если он Это сделает То игра Закончится Кажется Призыв Начал Думать Так же Как и я И строит Вышки Некрепости Но нужно Полностью Обстроиться У него В принципе Хватает Денег Неужели Подсфер Не понимает Что Эта пачка Больше чем Двадцать пятка Гондора Они снесут Крепок У них Лидерки Конечно Нет Но Не важно Можно взять Ворчант В случае чего У него Есть очки Наворчант Правда Огонь Не всем Дал Не важно Всего Две вышки Какой же Призыв Скряга Огонь Тоже Сделал И чуть-чуть Лукарей Ставерно Эх Пацифер Вот так и хочется Леща пробить Но что это такое Используй свое Преимущество Пока оно у тебя есть Надо делать Врыв На базу Даже если Крепку Не сносить То Сносить все Что там есть Сейчас призыв Просто подстроится Под эту ситуацию И у него Тоже будет Орда Только не луков Что это за А Он забыл Окей Я не понял А он сюда Решил пойти Он решил разделить Войска Но Он их неправильно Разделил Он Оставил меньше Чем нужно Для того Чтобы эту пачку Снести То есть Это называется Сфидить Просто Отдал на смерть Часть своих войск Вот в этой армии Нет саппорта И ее можно было бы Разбивать Меньшим количеством Конных лучников Чем Он это делает В итоге Тут пачка Подохла Тут он конечно же Легко отбился Потому что Тут оверкил Можно было Стан еще Произвать Он может Эту пачку Разбить Этой Тут Это же его призыв Ну да Окей Ну в принципе Можно считать Что тут призыв Отбился Остается Два героя И Совсем Чуть-чуть Войск Вряд ли Они что-то Там пронесут И может Пару ферм Не больше Эку надо Отстраивать Кста Почти в два раза Больше экономики У призыва И Жут Ну а Легко Спорт Я так Понимаю Что призыв Просто Ждет Пока у него Накопятся Очки На энтов Он догнал Подсферу Ну подсфера Билку Брал еще Лишнюю Не Врут Стойте Это Подсфера Тут Окей Это призыв Брал лишнюю Пардон Он уже Перегнал Короче Может Пригнуть Не Не О Успел Под конец Это боль Так Этот Должен был Станеть Гамлинг Но Что-то Пошло не так Возможно Энтов Убирал И забыл Есть Одна Проблема Конилуки С огнем Должны Легко Законтрить Энтов У призыва Армия Побольше Это Кстати Байт Он хочет Отвести Но Мне кажется Это Лишнее Все Что он Может Сделать Это Просто Всю армию Сюда Послать Снести Вот это Призвать Тут Энтов И Просто Окружить Энтов Чтобы Противник Не мог К ним Подобраться И Все Катапульт Наделать Еще Но В итоге Сейчас Пацифер Забайтится Эти Челы Заедут Сбоку И будут Креп Убить Я не понимаю На что Байтится Пацифер Кстати Тут Армия В два Раз Сильнее Ему Не победить Нужно На базе Сидеть Просто Пытаться Как-то Маркнуть Как-то Ага Вот Вот его План Он Своих Энтов Вызвал Ну Посмотрим Как оно Получится У него Он Не только Энтов Вызвал Он еще Вызвал Третий Тир Который Довольно Таки Неплохо Проход Призывом Призыв Приехал Своих Кинул И Почти Вся Армия Уже Красная Тут Чуть Чуть Белых Пацанов Осталось А он Решил Креп Унис Носить Стран Не Не Используйте Энтов Так Как Это Делает Пацифер В дальнем Бою Намного Выгоднее Потому Что У Древоборода Гигантский Сплэш Если Крепость Обстроена То 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 Вы Боитесь Что Энты Не Будут Стрелять Из-за То Что Вышки Зафокусите Одну Вышку У Древоборода Такой Большой Сплэш Что Он Все Вышки Одновременно На крепости Бьет Вот А другие Энты Уже Просто За Ним Постреляют Да Тут Что То Тоже Не Получилось У Призыва Он Все Подряд Сносил Но В принципе Он Выигрывает Так Что Наверное Ему Можно Типа Он Расслабится Кстати Может Еще И Снесет А Нет Подожгли Попочку Ну Едет Орда С Катапультами Ладно Я промотаю Это Конец Катфер Теряет Крепость И Гигантским Спамом Юнитов Призыв Побеждает И Приходит В Третий Тур И Последний Матч На Сегодня За Харад Играет Лего За Рохан Играет Фаби Ну Хараду Легче Мас Слоны Рохан В принципе Может Их Отбивать Опять Таки Куча Конелуков Но Прям Большая Должна Быть Пачка Конелуков Если Слоны Будут Со Всех Сторон Макрить Хотя Может Спам Метателей Поможет Мне Честно Говоря Не Особо Помогал Но Я Не Спамил Ими Так Много Как В Прошлом Матче Ветер Не В Прошлом А В Позапрошлом Но Посмотрим Старт В Каву Тут Походу Стандарт Будет Давайте Чуть Ускоримся А Нет Он Играет Как Призыв Это Хорошо Так Тут Еще Барак Добавил Ну Получается Что у Леги Посильнее Билд Будет Зависит Конечно От того Что Фаби Будет Делать Но Выглядит Будто Он Хочет Рашить Конится Легчайше Разберет Этих Крестьян Так Он В Тотем Решил Играть Можно Вначале Поспамить Если Вы Играете Турбо Режим И Стартуете В Тотем То Ставьте Его В Начале Даже В Обычных Дуэлях Иногда Игроки Так Делают Типа Если Вы Не Хотите Рашить Но Хотите Играть И Может Быть Его Дебаф Позволит Вам Ферму Спасти Почему Бы И Нет Так Еще Еще Крестьяне Идут Надо Добавлять Метателей К ним Ну Он Конечно Не Знает Что Там Конница Но Когда Узнает Тогда Нужно Все Две Пачки Спокойно Будут Разбираться Разборот Они Кстати Без Оружия Она Не Откатилась Еще У Него Вот Это Кстати Грустно То Что В Этом Режиме Крестьяне Строятся Быстрее Чем Откатывается Скил Оружия Обычно Наоборот Обычно Можно Всегда Крестьян Бафать Так Побежали Но Это Фиаско Конечно Для Фаби Он Мощно Решил Заспамить Так Решил Спасти Один Отряд Лего Решил Конницу Не Разделять Потому Что Эти Три Пачки Ценнее Чем Вот Этот Один Там Еще Так Много Под Крепой Стоит Он Их Не Видел Но Может Быть Он Прочекает А Может И Видел Кстати Там Мечники Бегали Теперь Он Видит Не Он Не Видит Повезло Фаби Это Три Очка Уже Заработал Лего Стойте Он Прям Постоянно На Границе Тумана Войны Не Ну Не Увидел Окей Крепа Крепа Не Спас Этих Крестиан Может Быть Лего Не Задавил Бы Всех У Него Всего Две Пачки Но Всех Бы Точно Не Спас Так Он Решил Добавить Таудрэда Чтоб Копейщики Были В Принципе Отличная Идея Но Тут Надо Хотя Бо Пять Пачек Копейщиков Сюда Добавлять Посмотрите На Скорость Постройки Какой Ужас У Него Ж Еще Быстро Кадеш Откажись Где Там Это Голова Относительно То Можно Заныкать Допустим Вот Здесь Ферму И Это Будет Как Прокси Барак Баф Ее И Спамить Оттуда Топорщиками Копейщиками Так Слониксы Двойные Слониксы А Че Денег Хватит 780 На 800 Фаби Получше Эку Сделал Плюс У Фаби Толпень Идет Но Две Пачки Метателей Не Затефают Столько Крестьян Увы Но Все Так Я На Месте Легища Сконицу Добавлял Но Он На Жадничах Он Походу Кавы Не Строит Потому Что Он Не Хочет Деньги Зря Тратить Чтобы Успеть Двух Слонов Построить Походу Не Ладно Оправдание Говно С моей Стороны Он Просто Заслапал Тут Скидку Сделал Но Можно Было Быть Еще Конницу Он Хватает Просто Странно Выглядит Эта Ситуация У Леги Преимущество Но Что-то Не Чувствуется Этого Выглядит Так Что Фаби Сейчас Потащит Просто Запушит Его Толпой Этот Слоник В Соло Тут Вообще Не Не Выглядит Хорошей Идеи Надо О Вкусная Плюха Но Метатели Его Все Разбирают Так Он Решил Пылевую Завесу Кинуть Идея Норм Реализация Говно Почему Пылевая Завеса Не Позволяет Стрелкам Стрелять То есть Будь то Лучники Будь то Метатели Да Но Метатели Не Перестают Быть Копейщиками От Того Что Они Не Могут Стрелять То есть Когда Слон На Них Наезжает Он Все Реально Дохнет То есть Это Сейчас Была Глупая Ошибка Ему Не Надо Было Сражаться Надо Было Ждать Второго Слона И Теперь Он Он От Этого Слона Должен Будет Не Неправильно Выразился Этот Слон Будет Огребать Тоже Я бы Отступил Сейчас На его месте У него Выходит Еще Два Вот Это Уже Помощнее Пачка С ней Можно Пробиться Фаби Нужны Будут Огненные Стрелы Ну Или же Орда Метателей Пердешь Ему Прямо Очень Сильно Мешает Он Не Может Сражаться Кажется Лего Макрид Решил О Минус Слон А Теперь Уже Надо Этих Двоих Тащить На Мин Но Не Хочет Ну Ладно Еще Два Ну Блин Ему Еле Еле Денег Хватает На Них Какая То Это Типа Слишком Рискованная Тактика Мне Больше Билд Фаби Нравится Он Какой То Более Уверенный Что Ли У Него Армия Копится Все Больше И Больше В Какой То Момент Слон Просто Быстро Будет Падать У Леги Армия Не Копится Он Конечно Надеется Креп Сейчас Принести Тут Может Быть Ему Удастся Это Сделать Фаби Почему То Игнорирует Но Сейчас Слонов Долж И Да Возвращаться Домой Пора Потому Что Без Крепости Ситуация Очень Сильно Изменится Ему Крепу Нечем Сносить Тут Окей Он Не Возвращается Почему То Топорщики Сюда Тотем Сейчас Можно Поставить Как Раз Откатился Ну Может Ладно Может Я Типа Придираюсь Креп По Чуть Слона Душ Придираюсь Откатить Боже Лего Лего Что Ты Делаешь Ты Же Можешь Крепу Пронести Броню Сделал Фаби Блин У слона Меньше Половины ХП Я Б Оборонку Поражал Может Сильно Снесет Он Еще Куча Очков Получает Да Он Сносит Крепу Даже Несмотря На Эту Ошибку И У Фаби Сейчас Походу Очко Пригорело Потому Что Он Мог Задеф И Не Знаю На Что Он Надеялся Или Точнее Может Может Быть Он Считал Что Крепость Сама Потащит Но Нет Увы И Можно Призывать Сюда Хандов И Просто Харасить Базу Фаби У Него То Конечно Наверное Могут Да У него Есть Деньги На Крепость У Него Эко Хорошее Но Давайте Сканировать Вот Один Сниклс Минус Слоны Блин Может У меня Реплей Слом Я Не Понимаю Снова Очень Странно Выглядит Снова Перезапустить Так Ну В этот Раз Я Был Прав Реплей Действительно Был Сломан Лего Призвал Хандов Когда Сносил Крепу Как Вы Видите И Слоны У Него Еще Не Убитые То Я Даже Критиковал Получается Несправедливо Слоны Чистенькие Остались И Фаби Здесь Пачку Потерял Вот Потому Что То То Что Фаби Не Вернул Всю Армию Это Потому Что Он Потерял Помните Там Под Конец Тут Где То Шесть Слонов Стоял Это Походу Они Все Время Тут Сражались Вот Ну Короче Прям Лего На Уверен Чех Выиграл Его Билд Потащила Билд Фаби Ну Вначале С конницей Очень Хорошо Получилось Как То Может Поэтому Таранчики Не Сработали Так Что Можно Промотать И Лего Переходит В Третий Тур На Сегодня Все Спасибо Что Посмотрели Чао Какао